Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Оно и понятно В личном противостоянии сошлись представители российской и азербайджанской школ карате В финале в категории до 84 килограммов В разделе «Щобу и пон» встретились Шамиль Аков, представитель московского клуба «Ирбис» и «Орлов Владимир» из города Александрово Владимирской области В упорнейшем бою Шамиль Аков сумел набрать два очка, выиграть этот поединок и стать победителем турнира В весовой категории до 75 килограммов, также в разделе «Щобу и пон» блистал Рафаэль Агаев В финале Рафаэлю пришлось биться со своим одноклубником, бойцом из Азербайджана Рафисом Хаджиевым В результате Рафаэль победил в этой весовой категории и стал чемпионом турнира В минувшие выходные во дворце единоборств Зеленограда прошло довольно необычное мероприятие «Буду Академия» – так организаторы решили назвать этот проект Суть его проста – собрать под одной крышей, вернее на одном татаме, сразу нескольких мастеров не ниже четвертого дана представителей совершенно различных стилей и направлений боевых искусств и дать им возможность поделиться особенностями техник своих школ Аудитория «Буду Академии» адепты единоборств также не ниже черного пояса Каждому из приглашенных мастеров давался определенный отрезок времени от 10 до 20 минут на демонстрацию своих техник Задача – не показать превосходство одной школы над другой а изучить «Буду» во всем его многообразии пополнить свои знания и боевой арсенал Обладатель пятого дана «Счетокан» Игорь Садовников начал с самых азов Базовой техники «Кихон» эту же тему продолжил сенсей Александр Чичварин обладатель пятого дана «Каратэну Мичи» Он поделился с адептами тонкостями исполнения удара «Гяку Дзуки» так, как его учил его наставник – легендарный сенсей Микио Яхар Далее эстафету принял мастер рукопашного боя Константин Тетерин Он отошел от спортивной направленности и затронул тему боевого применения техник направленных на нейтрализацию противника Олег Эстон, обладатель пятого дана «Косики» Джюцу рассказал о своих наработках в области контактного спортивного поединка Его довольно непривычная техника нанесения кругового удара ногой Мава-Шигери вызвала искреннюю заинтересованность у всех участников занятий Первый сбор Буду Академии продлился около четырех часов Следует отметить, что никто из участников не заскучал и не пожелал передохнуть Было действительно по-настоящему интересно Второй сезон реалити-шоу «Эммадиль Файтер» на телеканале «Боец» продолжает набирать обороты В воскресенье зрители увидели очередную третью серию проектов Вначале главный тренер Алексей Олейник совместно с Эльдаром Кенкерли отработали с участниками ударную технику, а затем провели тренировку по борьбе в Паттере Показательным эпизодом стало грубое нарушение дисциплины Семь бойцов опоздали в зал, за что и были сурово наказаны После интенсивных занятий ребята приехали в негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования учебный центр «Витязь» где после подробного инструктажа прошли испытания полосой препятствий Тренировки на проекте продолжились В гости к участникам пришел призер чемпионата России по кроссфиту Алексей Немцов который провел очень динамичную тренировку на выносливость, скорость и силу Не все бойцы остались довольны круговой тренировкой Но в том, что такие занятия способствуют улучшению функционального состояния согласились все ребята Как обычно серия завершилась общим тренерским советом на котором было решено отчислить проекта Дениса Гинюка который на протяжении всех тренировок и испытаний показывал худшую физическую подготовку Неожиданно для всех другой участник Алексей Павлов сославшись на травму попросил тренеров разрешения покинуть проект Вот так драматически развиваются события в нашем реалити-шоу Премьеру четвертой серии М1 Файтер смотрите на телеканале Боец в воскресенье в 19.00 Все самое интересное еще впереди Это были ударные новости на телеканале Боец Смотрите нас на следующей неделе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok